добрый день уважаемые зрители нашего канала сегодня покажу вам как можно выявить неисправность по форсунке если у вас дымит машина или плохо заводится также возможно в обратку она льет может быть и не одна форсунка зависимости от количества дыма можно выявить неисправность сэкономить кучу денег я покажу как это делаю непосредственно я далее конечно рекомендую снять форсунку и отвести на стенд и проверить подключаемся к нашей машине делать это будем на холодную также покажу что на горячую видно что у нас якобы все исправно машина при этом не постоянно дымит а иногда просто ни с того ни сего начинается дым на холостом ходу на реально дымит такой нехороший сизы дым и видно что это у нас именно форсунка льет топливом пахнет короткий тест не будем запускать запускаем сразу блок управления заходим и в двигатель заходим цеды 4 у нас машина mail 164 3 литровый дизель 642 мотор форсунок всего 6 у нас сколько я не делал этих тестов всегда практически попадал нужную форсунку это конечно не заменит стенд но иногда и у стенда бывают проблемы так как он не может проверить компрессию я уже до этого мере у нас нормальная компрессия на машине но тоже рекомендую обязательно сделать тест компрессии как-нибудь покажу как это делать нажимаем и 2 и заходим значение коррекции объема регулировки что видим здесь видим у нас температура 22 градуса не видим что у нас коррекции поехали куда-то особенно 4 форсунка видим что у нас она льет в данный момент ее показания 48 говорят о том что форсунка неисправная также мы видим здесь попытки первом цилиндре коррекцию уводить минус вот так как у нас вторая половина двигателя с 4 по 6 цилиндр наливает она пытается скомпенсировать по мере роста температуры мы увидим что у нас стабилизируется форсунка при нагревании и входит в норму если вы просто тупо проверяете это на хэхэ на холостом ходу на горячую то вы не увидите что у вас проблемы с форсункой машина будет подымливать но при этом будут показания все отличные поэтому и рекомендуется снимать форсунки относительно стенд и обязательно проверять на гидроплотность льет у вас форсунка или нет дальше наблюдаем по мере роста температуры также рекомендую как прогреется машина обязательно этот тест повторить на ходу под нагрузкой то есть едете потихоньку там вторая третья скорость можно в ручном режиме можно в режиме автомат проехаться и посмотреть что у вас происходит под нагрузкой ждем потихонечку как у нас видим что растет температура давление у нас текущий объем все отлично давление 255 253 стабильная типущий объем прыска 10 так как у нас машина еще холодная по мере прогрева будет 8 и видим смотрим за параметрами 4 цилиндра и видим что прям по мере нагрева вот 30 градусов и потихонечку у нас форсунка входит нормальный режим работы ждем пока у нас нагреется до 40 градусов и вот типичная неисправность то есть если эту форсунку поставить на стенд что в дальнейшем я и сделал то стенд просто не увидеть что она неисправная потому что температуры при которых стенд проверяет 40 градусов я замечу что при 40 градусов у нас все параметры у форсунки рабочие я после этого специально относил ее на стенд ставил и мне выдали заключение что она полностью исправлена справно все параметры выдает но тем не менее у нас проблемная форсунка которая не работает и возможно она подклинивает просто может мультипликатор может быть и сам распылитель имеет износ форсунка не новая и с ней проблемы и из-за этого у нас форсунка дымит самый простой способ это снять форсунку старую данном случае у нас четвертую неисправную подкинуть заведомо исправную форсунку и посмотреть если сдымность после этого или нет не забываем также прописывать вот правой стороне мы корректировка количества впрыска тут называется здесь видим мы наши коды которые вам присваивают при ремонте их обязательно нужно прописывать или же которые на форсунках прописаны далее будет фотография посмотрим ждем видим что у нас потихонечку падает текущий объем так как машина прогревается и коррекции у нас выравниваются ждем пока нагреется до 40 примерно градусов далее следующих видео я покажу как проверить дмрв блок датчик массового расхода воздуха покажу правильные значения на ом 642 в принципе на он 646 точно также проверяется не забывайте тогда также делать тест компрессии самое главное там даже не сама компрессия а увидеть что нет большую разницу между цилиндрами и что цилиндр в порядке что там есть вообще компрессии потому что правильно компрессию нужно мерить компрессометром вот здесь видим мы уже я на ходу поехал прогрелась немножко и под нагрузкой видим что число оборотов календарного две с половиной отронулся и поехал стал проверять под нагрузкой и что мы видим как только у нас достигла температуры 40 градусов у нас все форсунки ушли нормальное значение отличные показания рабочий то есть не придраться при этом машина сейчас не дымит но в какой-то момент она при остановке например там на светофоре она начинает дымить всему виной одна единственная форсунка четвертого цилиндра вот таким нехитрым способом можно в принципе имея старый диагнозис тот же open порт 2 проверить работу форсунок под нагрузкой обязательно надо проверять под нагрузкой ребята видно здесь обороты повышенный это не хэхэ не холостой ход в движении проверяем обязательно давление в рамке видим что нормальное текущий объем впрыска проверяем тоже с давлениями у нас все отлично при полном прогреве у нас на полные параметры выйдет коррекции впрыска здесь мы видим что у нас все принципе отлично далее мы заменим форсунку как я уже сказал чтобы подтвердить наш диагноз что действительно проблема именно была в этой форсунке с ее проблемами и проверим также на холодную работу форсунки 4 цилиндра также напоминаю что на ум 642 два вида форсунок ставилась под низкую компрессию вернее под низкую степень сжатия и под выше то есть с разной степень сжатия степенью сжатия устанавливаясь разные форсунки и они не подходят друг другу поэтому обращайте внимание как правило оригинальный номер этой форсунки имеет окончание 1387 а другая форсунка которая не подходит имеет название в коде 1187 они не взаимозаменяемый обратить обращайте на это очень внимание потому что иначе вы заведомо неправильно форсунку поставите она будет у вас давать больше объема впрыска неправильно и соотношение выдавать коррекции ну вот видим у нас холостой ход и смотрим на показатель на 64 градуса температура давление текущий объем впрыска тоже у нас отличный вот как я и говорил уже 8 миллиметров и видим что у нас коррекции но в идеале можно сказать на этом мы заканчиваем проверку далее мы будем менять форсунку здесь еще на коррекцию количество впрыска проект проверим далее напряжение форсунки сейчас подключимся здесь мы видим что у нас и видим что у нас на четвертом цилиндре тоже проблема с электрической части он единицу показывает должны быть показатели где-то вот так как рядом 5 6 рядом цилиндр здесь же мы видим конкретно что у нас проблем возможно у нас проблема с пьезоэлементов на этой форсунки в общем в любом случае она неисправная специально показал этот момент что можно еще и таким способом увидеть проблему то есть все косвенные показатели нас приведут к тому что мы обнаружим неисправную форсунку также форсунки может быть совсем не обязательно 1 может и 2 и 3 быть и 4 и все 6 вот наша форсунка снятая на вид она чистая здесь все с ней в порядке мы сейчас ее будем менять на заведомо исправную никаких сложностей нету здесь в принципе не так много разбирать на даже чайку не снимали нужно вытащить при открутить фильтр снять правой стороны так как у нас четвертая форсунка форсунки были то что она менялась точно потом сравнить эти два года и сравнивать старая форсунка далее вот видимый код на форсунки сверху обязательно его нужно прописать будет в системе заходите и прописываете там же в этих же значениях где я показывал я об этом позже видео скажу далее у с новой форсункой которые мы заменили утренний пуск температура на улице 16 градусов пока тепло было видим что у нас коррекции 4 форсунки в порядке далее я еще буду со второй форсункой разбираться во втором цилиндре мне тоже не нравится показания ее там ближе к двойке обычно как за двойку заходит я меняю форсунки или отправляет на стенд на промывку полную чистку если не помогает у полная замена здесь мы прописали уже код который был прописан на четвертом цилиндре и видим что у нас на холодную все давления в порядке опять же проблем с четвертой форсунка у нас больше нету машина больше не дымит двигатель работает хорошо можно сказать работает как часики ждем пока прогревается ну и далее у нас вообще в идеальные опять уходит параметры то есть подкинув заведово исправную форсунку на 4 цилиндра я полностью определил неисправную форсунку сэкономил кучу денег на снятие ненужной остальных форсунок ну по стендам также расскажу что первый же я отнес в сервис где меня на стенд и и поставили мне ее запустили надали дали тест-план присвоили новый код сказали что она исправная новым это знаем с вами что она была неисправная причина была тому что стенд работает от 40 градусов он нагревает солярку прогревает и запускает ну и в результате мы видим что она действительно исправные показания показывает то есть коррекция у нее все в порядке она выполняет свои параметры при впрыске все делает но как только она остывает в ней появляются проблемы то есть форсунка однозначно в ремонт видим у нас все параметры прогревается машина по мере прогревания они приходят в полную норму то есть как у новых форсунков показатели если у вас машина сильно дымит советую не затягивается этим вопросом произвести диагностику если вы не можете выйти выявить самостоятельно такую вопрос то обязательно ехать снимать все форсунки ставить на стенд потому что льющие форсунку приводят капитальному ремонту так как правило прогорание поршня клапанов трескаются ну и солярка в масле ничего хорошего тоже не выдаст проблемы с задирами и со всем остальным обязательно проделаем этот тест у себя на машине избавляемся от проблем с работой плохой форсунок на этом мы заканчиваем наше видео следующем видео мы покажем как проверить дмрв что тоже немаловажно датчики массового расхода воздуха на правильность работы и так далее будем еще клапана очистить следите за нашим канал комментарии оставляйте ставьте лайки до новых встреч всего доброго спасибо всем за внимание